27 сентября 2017 года Мы, мужчины и женщины, которые живем на этой земле, мы знаем, что мы должны любить друг друга, мы любим друг друга, но как происходят наши отношения и во что это выливается? А в большей степени мы как-то претензии мужчина к женщине, женщина к мужчине. Я вам хочу сказать, что правы и те, и другие. У женщин много претензий к мужчине, а у мужчины много претензий к женщинам. Но почему возникли эти причины? На какой почве, куда, на какую почву вылились все проблемы отношений между мужчиной и женщиной? И в конце концов, почему происходят вот эти споры, которые, они ведь, понимаете, они разрушают. Они разрушают как состояние счастья женщины на земле, так и состояние мужчины. Иногда нужно подумать, а может быть нам лучше вот понять и в конце концов убрать вот эти вот самые блоки и догмы нашего самосознания, наших мыслей, блоки убрать и жить друг с другом в любви. Ведь любовь это так прекрасно, это то, что действительно спасает нас. Спасает от вот агрессии соседей, от агрессии на улице. И ведь хорошо, когда ты создал себе дом, куда ты пришел, и где твое гнездо уютное, и где ты в безопасности, где ты спасен. Но для этого нужно многое сделать над самим собой. Вы знаете, какие-то такие, сделать усилия, чтобы преодолеть, усилия, чтобы преодолеть самих себя. А откуда это все берется? Это берется из нашего воспитания. Понимаете, наши бедные родители, которые были когда-то закомплексованы тоже вот этой пропагандой, у них время худшее было, нежели у нас. И сегодня мы также комплексуем и пропаганду делаем для своих молодых детей. И они не понимая, они идут тем путем, который им навязывает вот эта СМИ пропаганда, то есть отношения между мужчиной и женщиной. Они же простые, они должны быть теплыми, они должны быть с обязательствами любви друг к другу. Не любишь? Лучше уйти. И не обманывать свою жену или своего мужа. Зачем? Легче же все решить полюбовно и расстаться. А вот эта наша социальная, бытовая, скажем, такая вот ущемленность, она порождает вот эти некрасивые отношения, отношения лжи рядом с нами. И поверьте, женщине, она ведь как мать, она собирательница, созидательница. Ей хочется, чтобы мужчина ее любил. И чтобы мужчина вот вставая с постели утром рано какую-то заботу ей проявил, в конце концов отдал ей долг любви. И красивыми словами за то удовольствие, которое он получил ночью от нее. Это же так просто. И высказывать свою любовь к женщине, ну, необходимо постоянно. Ведь помимо всего прочего, женщина еще является и хранительницей очага. Вашего очага, который она создает для мужчины и для своих детей. А что дает мужчина? Ну, помимо денег. Обычно деньги, конечно, это то, что дает мужчина. Это его право и это его обязанность зарабатывать на жизнь с тем, чтобы обеспечить свою любовь и свою любимую. Потому что женщина в социальном обществе, она, конечно, немножко слабее мужчины, если не сказать, что значительно слабее. И, конечно, это долг мужчины оберегать женщину от социальных невзгод. И когда она просит вас помощи, дайте ей свою помощь, не обделяйте ее. Потому что ваша помощь женщине в социальных неравных условиях, это как раз признак вашей любви. Если же вы не можете дать ей эту помощь или говорите, что она недостойна этой помощи, ну, вы, значит, просто у вас нет любви. Вы, значит, обделены. Но это уже ваше личное состояние внутри. Я в данном случае не заступаюсь за женщин. А просто хочу сказать, что есть некоторые такие вот легкие моменты, которые обеспечивают человеку счастье. Его счастье внутри себя. И вот к этим моментам нужно быть готовым. И так вы должны делать подарки мужчины, потому что вы герои. Потому что женщина в социальном обществе слабее гораздо вас. И поэтому вам необходимо ее обеспечивать. Ну, это опять-таки ту женщину, которая вам нравится. Ту женщину, которую вы любите. Ну, знаете, наше общество разделилось, скажем, на людей, которые понимают эти аспекты общения между друг другом. И другие, которые не хотят понять. Но они воспитаны, скажем, на старом таком догматическом шариковском менталитете. Что мужчина это альфонс, он должен приходить домой. Ему должно быть все постелено, расстелено. А за что он должен заплатить? Понимаете, это наш как бы бартерный труд. Любовь. Совместная любовь в семье. Это опять-таки бартер. Понимаете, как бы мы ни рассматривали, но это так. Вы даете одно, женщина дает другое. И это также относится и к женщинам. Что любовь мужчины тоже должна покрываться чем-то. Любовью, знаниями, лаской, приготовлением обеда на кухне. А мужчине нужно за это, за все платить. Вы, ну, если не хотите платить, ходите в ресторан, каждый день и кушайте. И не имейте женщин. И секс также вы можете иметь с проститутками, которые вам заплатят. И опять-таки, заметьте, вы будете платить. Бесплатно вы ничего не получите. А вот такой наш советский менталитет, его приучили бесплатно. Все получать бесплатно. Кстати, я вам хочу сказать, даже вот те знания, которые я даю, и иногда прошу помощь за, скажем, за создание роликов, а многие даже не понимают, а почему? И за что? Понимаете, вот это вот менталитет Альфонса прокатиться на женщине, да, даже на другом любом человеке, это засело в российские головы. Между прочим, люди, русские люди, которые живут за границей, они перешагнули вот этот вот шариковско-такой вот примитивный менталитет. Он остался только у людей в России. И хотелось бы, конечно, чтобы люди сохраняли свои семьи, сохраняли бы себя в этих семьях и преодолели вот этот шариковский менталитет. Я вас уверяю, что не на всех, конечно, уровнях, это сегодня и в России. Вот шариковы, они как бы внизу, потому что социальное, вот гнет социальный, он их, конечно, угнетает, и они считают, вот кому заплатить, сколько заплатить, кому сделать подарок, нет. Ну, даже вот элементарно праздник 8 марта. Не будем говорить, что он там ведьминский праздник, краснопузых праздник. Нет, дело не в этом. Дело в самом празднике. У вас есть праздник. И вы поздравите женщин своего коллектива. Да, редко кто сегодня это делает. А зачем ему тратиться на лишний цветочек, который в праздник стоит дорого? Да и негде денег взять, по большому-то счету. А вот с просьбой дальше обратиться можно к любой из женщин. Это менталитет Альфонса. И когда я вам в своих комментариях отвечаю, что это менталитет Альфонса, вы даже не представляете. Вы думаете, что если у вас семья и дети, то вы не Альфонс. В психологии-то Альфонса осталась. А куда она у вас делась? Если вы со мной так себя ведете в интернете с незнакомым человеком, а как вы ведете себя со своей собственной женой и с детьми, ваша психология Альфонса будет работать постоянно. Над вами будет, так скажем, давлеть. Потому что это уже ваша суть. И вы должны это понимать. И, конечно, некоторые вещи вам просто многим недоступны для понимания. А почему? Вот смотрите, женщина хочет любви с утра. Я имею в виду психологической любви. Не той сексуальной, которую вы получили в ночь, да? А хочет просто психологической любви. Поцелуйте ее. Поблагодарите ее за ночь. Принесите ей чай. Не кофе, как так принято. Кофе в постель, да? Зачем? Можно чай принести. Можно стакан сока принести. И сказать, вставай, любимая. Утро пришло. Солнышко встало, да? Вот каким-то вот таким жестом простым разучились наши люди общаться. А ведь жизнь прекрасная. И зачем нам ее портить какими-то своими вот этими негативными подсчетами? А я принципиально тебе не помогу, потому что принцип в том, что я никогда не помогаю никаким женщинам. Ну так тоже вот иногда мне пишут. Это глупость совершенно. И это комплекс, это комплекс, комплекс ущербности, который сидит в вас, вот таких вот мужчинах. И мне бы хотелось, конечно, чтобы вы оставили эти комплексы. Понимаете, я для того и делаю свои ролики, чтобы научить вас другому общению. Показать вам не тем, который примитивная зоология, бегает там где-то внизу, шариковые, выведенные, скажем, из клоаки клоны. Я не о них. Я говорю о живых людях. Но если вы, конечно, из той среды оставайтесь там, меня они не волнуют. Но вот хочу сказать, что женщины, они, конечно, немножечко более верные, что ли, в отличие от мужчин. Вы сами знаете за собой такой вот грешок грешить и смотреть на сторону за любой женщиной. Но если бы вы знали, что каждой такой женщине нужно заплатить или нужно сделать хороший подарок, а стали бы вы смотреть на сторону, налево, направо, туда-сюда, да, да не стали бы вы этого делать, то потому что у вас не хватит силенок. Поэтому, когда вы пускаете слюни на какую-то красивую женщину, будь то интернет или будь то улица, где вы идете, вы лучше подумайте, а на что способны вы, мужчины? А способны ли вы ее отблагодарить или способны вы ей сделать радость? Ну зачем женщине делать вам радость? Скажите, с какой стати? Это и есть комплекс Альфонса, который засел в вас во многих людях. И сидит он очень давно, как раз давно, с тех самых краснопузок времен. И еще очень важно, когда мужчина держит свое слово. Вот когда вы начинаете общаться и вы что-то обещаете, вы не балабольте своим языком, не мелите налево, направо. Если вы что-то пообещали, вы сдержите слово. Ну противно, когда мужчина, вот этот сильный герой, может быть у меня, конечно, еще воспитание другое, да, что я воспринимаю мужчину как героя. Однако же мужчина должен оставаться все-таки героем. Как бы там ни было. Понимаете, ну я говорю, опять-таки я обращаюсь к тем, кого я представляю в образе героя, к мужчинам такого уровня, а не к тем прихлебателям, которые... Это что, новая партия старушек? Помните, там вот был такой сюжет из «Двенадцати стульев», а Стаббендер глянул, а там вот такие жрут из бочки. Это сироты. Тяжелое наследие царского режима. Вот на таких похожи вы. Вы, которые думаете, что вам все должны. Что вы не должны, скажем, благодарить женщину ни за что. Это вот ваше дело. Вот ваше дело. И тот, кто, конечно, рожден летать, он не сможет ползать. И я, конечно, надеюсь, что каждый мужчина должен стремиться к тому, чтобы все-таки взлететь. Чтобы не ползать крысой на земле, а чтобы научиться летать соколом, орлом, чтобы у него были сильные крылья. Учитесь, мужчины, летать. Имейте крылья. Не будьте крысами, ползающими в канализации. Канализация – это, я надеюсь, не ваши мечты. Ведь вы же когда-то рождались. Ведь вы же когда-то мечтали о большой и хорошей любви. Так почему же сегодня вы ползаете в канализации? Почему сегодня вы не имеете крыльев? Не обвиняйте никого, ни общество и ничто другое. И никаких-то женщин, которые появлялись на вашем пути и обламывали вам крылья, как вы думаете. Нет. Вы должны думать о том, что даже будучи крысой, вы попытаетесь сегодня, скажем, хотя бы мысленно придумать себе крылья и взлететь. Таким должен быть мужчина. А не каким-то вот подонком, который шагает через каждую женщину. Я не говорю о каких-то там даже моральных качествах, прошагал через женщину или нет. Нет. Это нужно вам самим, для вашей души, для вашего стержня и не для какой другой женщины. Ваша любовь к женщине, открытая, честная и яркая, она только нужна вам самим и никому другому, поверьте. Потому что это ваша любовь. Она остается с вами навсегда. И даже на том самом краю гробовой доски вы вспомните и почувствуете себя лучше, когда у вас были крылья во время любви, когда же у вас никогда их не было, когда вы просто имели женщину как портянку. Но это не любовь. Это смешно. Это вы обделили сами себя. Вы лишили себя возможности красиво носить женщину на руках, перед всеми, дарить ей цветы, дарить ей подарки. Ведь каждый подарок – это ваш жест любви. И женщина, благодарная женщина, будет ждать того самого мужчину, с которым она может просто посидеть и помолчать, и с которым будет всегда хорошо, который будет ей защитой в этой самой социальной среде, которая ведь так, она как кислота, она разъедает наши души и наши отношения. Однако же, однако же даже все это можно предотвратить именно своей любовью, которая дана вам, именно вам. И любя кого-то, вы любите себя изнутри, свое сердце, свою душу. С вами я, Таня Карацуба, Сеидбурхан.